Ииии всем здарова ребят, добро пожаловать в море воров, меня зовут Мурма, в этом ролике я вам расскажу про капитанство. Очень много вопросов возникает по поводу этого, покупать корабль или нет, сколько он стоит, для чего вообще, что с этим связано, все я вам в этом ролике объясню. Приятного просмотра, не забывай про свой лайк и обязательно поесть, чтобы посмотреть этот ролик. С кораблем получаем статус из простого корабля в личный корабль. И давайте рассмотрим покупку этого корабля. Чтобы купить свой корабль, нам нужно перейти в какой-либо режим, например, приключения, либо легенда острова обезьян, это не имеет значения, это все одни и те же сервера. Заходим в мои корабли и вот здесь вот снизу купить корабль, либо нажать цифру 1. И нас приветствуют вот такие суммы, получается шлюп 250 тысяч, бригантина 375 и галеон 500 тысяч. То есть на шлюпе мы плаваем вдвоем максимально, на бриге втроем и на галеоне в четвером, ну максимальное место на корабле. Выбирайте уже сами. Выбираем, например, шлюп. И нам предстоит как-то назвать свой корабль. Самое важное, что при этом нужно учесть, вот посмотрите вот на эту табличку здесь, максимально 20 символов, не может содержать чисел, не может начинаться или заканчиваться пробелом, то есть в середине можно поставить. Не может содержать некоторые специальные символы, ну там скобочки какие-нибудь, что-нибудь такое нельзя ставить. Вопросы возникали, можно ли назвать русскими буквами. По-русски можно назвать, у меня, например, корабль называется Мокрая Жемчужина, можно по-английски как-нибудь. Ну и давайте попробуем, там пускай будет Рубероид отправить. Вот такой вот шлюп будет называться Рубероид. Да, приобрести. Все, у нас куплен корабль, нажимаем продолжить и можем мы на нем отправиться в плавание. Но перед этим хочу вам сказать то, что вы когда начинаете свой путь и вы на нем уже до этого плавали, вы можете его вот здесь восстановить. Вот справа у нас будет написано то, что он в идеале. Если нажать восстановить, нам вылезет табличка, сколько это будет стоить, там, например, 5000 золота, 10 тысяч золота. Но также это можно будет сделать у корабельщицы, если вы забыли это сделать именно здесь. Сейчас все покажу, погнали уже на форпост. Итак, ребят, мы на форпосте, это мое первое плавание на этом корабле, которое я прикупил вот вместе с вами. Сейчас я вам все объясню, зачем он нужен, этот капитанский корабль, поможет ли он вам. Но вообще, я посоветую, конечно же, купить капитанский корабль. Сейчас сами поймете почему. Итак, какие бонусы у нас есть? Когда мы купили корабль, нам нужно на него запрыгнуть, и Верховный Пират начнет нам там все рассказывать. Что это такое? Вот он появляется. Здравствуйте всем, это капитанский корабль. И сейчас у нас появится наше название на корабле. Вот он сжахает. И вот оно, Рубероид. И также ваше название будет, как вы назовете, на этой табличке. Ну и в принципе, пока он здесь болтает, давайте разберемся о всяких плюшках, которые нам даются за капитанский корабль. Мы можем на него приобрести доски, ядра, мясо, бомбицы, зажигалки, фрукты, мясо, приманка для рыбы. Где же это все покупать? Это у нас есть торговый союз на каждом форпосте. Подходим к торговому союзу, посмотреть предложение ресурса, ресурсы и грузы вот сюда вот. И здесь мы уже выбираем. То есть можем купить ящик с ядрами, можем купить ящик с фруктами, там будут только бананы, не советую его покупать. Ящик для хранения, в который мы можем облутать весь форпост и потом уже отправиться куда-то на путешествие. Можно купить ящик досок, это будет 50 досок. Кстати, ядер тоже 50. И вот здесь вот ящик с наживкой, если вы любите рыбалку, нравится вам рыбалка, можете взять там личинки, черви и так далее. Дальше мы бежим к корабельщице. Ну как это обычно бывает, да, залутаться первое. Вот, починить корабль в превзойденном состоянии. То есть если будет немного разбит, можно починить у нее. Зайти в припасы Шерон. Это также на любом форпосте есть. И здесь мы можем купить немножечко досок. Ядра, бомет и зажигалки, еда и мясо. Ну и здесь еще, конечно, запасы наживки. Это все покупается один раз. Но если мы приплывем, например, на другой форпост, мы уже сможем на нем взять еще. Также на капитанском корабле есть различные задания. То есть если вы любите златодержцев, поставили эмиссарство златов, взяли задания. Они здесь по разной стоимости, даже есть в дьявольской глотке. И выполняем златодержцев. Можно купить там хоть штук 50. И вот вы плаваете и выполняете. Также торговый союз, орден душ, наемники и сокровища Афины. Можете все посмотреть, то что интересно, себе приобрести и выполнять. Все эти задания будут вот здесь вот лежать. Они прям стопочками. Ну здесь посмотреть путешествия, их добавить, убрать можно, всякое такое. И просто, чтобы потом выполнить это задание, предложить задание путешествия капитана. И выбираем задание, которое нам нужно. И начнем выполнять. Дальше скажу еще про скины. Вот, например, у нас стандартный корабль, который мы берем. Он полностью рандомный, вот такой вот. То есть на него каждый раз нужно ставить скины какие-то свои любимые. То есть это ничего не сохраняется. Это очень муторно расставлять каждое свое путешествие, эти скины. При покупке капитанского корабля это все упрощается, так сказать. Здесь есть вот такой сундук корабельных украшений, где мы обычно ставим. Украшения для корабля. Выбираем любое то, что нам интересно. Например, мне нравится там вот такая носовая фигура, охотник на акулу. Мы на нее нажимаем и нажимаем цифру 1. Сохранить предмет на корабле. И это все сохраняется бесплатно. Теперь сделали. Нажимаем да. И потом, например, завтра мы заходим на этом корабле. Это у нас уже сохранится. Там носовая фигура, паруса, корпус, пушки и так далее. Все, что вы поставите и сохраните на корабль. Ну и последнее, что можно сказать про капитанский корабль. Зачем же он нужен? Это удобство сдавания лута. То есть вы, например, плаваете на Ордене Душ. Вы постоянно приплываете к корабельщице или куда-то там поближе к Ордену Душ. И таскаете все по одной штучке, чтобы это все продать. Я, кстати, не туда бегу. На капитанстве добавились правители. И вот можно все сдавать правителям. У них стоят гарпуны. Мы можем все загарпунить, этот лут с корабля гарпуном. И просто сдавать. Вот они вот так вот. Вот так вот выглядят. На каждом форпосте они есть. Вот суверены. Туда-сюда. Здесь, например, выглядит это вот так вот. Везде есть эти гарпуны. Мы, например, паркуем свой корабль. Подходим к гарпуну. Представим, что он здесь и есть, да? Хукаем это все там с носа корабля. И у нас все оказывается прямо вот на этом мостике. Есть здесь, например, рычаг, который поднимает вот этот вот мостик. Его поднимать не обязательно, чтобы, например, хукаешь и вот сюда, чтобы все помещалось. На него и так будет все помещаться, если даже он находится снизу. Давайте отправимся вниз и посмотрим, куда это все будет падать, кому сдавать. У нас, например, здесь гора лута. С нашего корабля мы все нахукали, пригорпунили. Берем лут и сдаем сюда. Это все идет в репутацию. Это все идет в золото. Все так же, как мы сдавали, только через вот этих вот суверенов. С вас никто ничего лишнего не снимет. Ей можно сдавать еще рыбу. Например, так же, если у вас много-много лута, именно черепов вы катаете на ордене душ. И, возможно, есть какие-то, например, сундуки. Так же можно сюда сундуки сдавать. Это будет считаться как злотодержка. То есть все автоматически сортируется, учитывается. Вы за это вообще не паритесь. Просто ей сдаете и все. Ну и, в принципе, все, что про капитанство можно сказать, я сказал. Думаю, капитанский корабль очень полезен. Накопить на него недолго. Стоят они не особо дорого. Ну, в начале пути, конечно, покажется сумма такая, весомая. Но если немного поиграть, можно легко накопить и на галеоны, и на бригантину, и на шлюп. Вот такой ролик получился, ребят. Надеюсь, информативный. Больше мне нечего сказать про капитанство. Здесь все легко и просто. Обязательно покупайте свои корабли. Пишите в комментах, как назвали свой корабль. Очень интересно почитать. Не забывайте про Лукас, если я вам помог. Ну и также предлагайте свои идеи, которые хотели бы видеть на канале, в видосе. Какие-то, может, вопросы по игре есть. Что вас будет интересовать больше. На связи, как всегда, Мурма. Буду ждать вас на новых роликах. Спасибо за лайк и просмотр. И пока-пока.